Здравствуйте, уважаемые гости моих каналов! Мы продолжаем с вами рассматривать кратко понятия и термины в хобби, рыбалке, охоте, быту. Термин восемьдесят седьмой – обратка, то есть обратное течение, обратка в рыбалке, как правило, это используется. Итак, обратка, простонародье – это обозначает обратное течение. Обратка – это течение реки, идущее в противоположную сторону основного потока реки, имеющая округлую форму. Образуется в основном на глубоких ямах, на поворотах реки или в заливах. Обратка – очень интересное явление, которое используется во многих случаях, при сплаве на плотах, на байдарках, при рыбной ловле. И надо сказать, что не все обратные течения пригодны для рыбной ловли. Нет смысла ловить в тех местах, где течение бурлит и создает мощные завихрения, мощные воронки. Здесь сила течения настолько мощная, поток воды настолько сильный, что рыба не держится в таких местах. А вот обратное течение со спокойной водой, где направление течения имеет округлую форму или близкую к ней, стоит всегда проверять, нет ли здесь хищника. Обратное течение, пригодное для рыбной ловли, обычно разделяет на два типа. Это обратки, имеющие большую площадь в водной глади, размером половину футбольного поля, и маленькие, размером несколько метров в диаметре. Чтобы обловить большие обратки, приходится переставляться на лодке несколько раз. Одна из самых перспективных точек, это место по центру обратного течения. Отсюда можно облавливать разные направления, только лодку нужно выставлять не с рук по центру, а по границе течения, чтобы ее не крутило из стороны в сторону. То есть стояла бы она в одном направлении. Также еще хорошая точка находится на стыке двух течений, где обратное течение соединяется с основным потоком воды. Остальные перестановки можно делать, переставляясь по струе обратного течения. И в этом случае выставляют лодку в зависимости от рельефа и закоряженности места. На больших обратках есть места с тиховодом, состоящие водой. Это небольшие заливы, находящиеся чуть в стороне от основного потока обратного течения. Такие участки располагаются в тех местах, где течение меняет свое направление. Это, так сказать, конец обратки. В эти тиховоды течение загоняет много мелкой кормовой рыбы. И здесь же всегда хищник. Даже щука, судак. Так что все-таки участки с тихой водой облавливать необходимо тщательно. Лучшим способом облавливания является джик. Особенно, если место глубокое и закоряженное. На более чистых и мелких обратках можно ловить вертушками, колебалками и воблерами. Спасибо за внимание. Следующее понятие, которое мы рассмотрим, это опарыш. Личинки синей мясной муки. До свидания. Продолжение следует...